Ну что ж, доброго дня, уважаемые радиослушатели, посоединившиеся к ним телезрители телеканала Саха-24. Сегодня вторник, меня зовут Ирина Ефимова. Помогает мне проводить эфир два Юрия. Юрий Чекуров, режиссёр радиоэфира, и Юрий Босиков, режиссёр телеэфира. Тема у нас сегодня «Добрый Якутск». И в студии у меня первый гость, это Вероника Чупрова, руководитель родительского клуба «Лучики света», так скажем. Клуб для родителей особых детей. Да, для детей с ДЦП и тяжёлыми неврологическими заболеваниями. Здравствуйте. Вероника, я знаю, почему под Новый год немножко так наш разговор происходит. Сейчас у нас закончился фестиваль, зима начинается в Сякутии, ёлки зажгли, уже такое новогоднее настроение. Я знаю, что вот с чего вообще начался ваш клуб, когда-то это была новогодняя ёлка, правильно? Ну нет, не с новогодней ёлки началось. Но новогодняя ёлка, наверное, была одним из самых первых таких значимых мероприятий. 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 Потому что это, пожалуй, единственное мероприятие, куда они могут сходить, такое глобальное, новогоднее. На другие ёлки для них ходить тяжеловато и не очень удобно. Потому что относятся люди определённым образом всегда к детям-инвалидам, особенно если это очень явно видно. Да и вообще как бы не очень это комфортно для родителей и детей. Поэтому это для них единственное такое мероприятие. Где можно выйти, посмотреть на других детей нарядными в костюмах. Да, показаться, пофотографироваться, увидеть Деда Мороза, что-то посмотреть. Единственное место для них. Ну вот я знаю, что Снегурочка — это ты. Ну да, вот исполняла несколько лет эту обязанность. Сейчас ищу себе замену, потому что, пожалуй, вот хватит. Хочу уже, так в кавычках, на пенсию уйти. А так приходится. Мы с мужем исполняем эту роль. Он Дед Мороз, я Снегурочка. Постоянно вот устраиваем для деток. А сколько у вас детей в клубе? Вот если по ёлкам даже смотреть. Ну, начиналось с 20, потом в прошлом году было 45, сейчас 85. Это много ведь? Ну, 85 — это те, кто более-менее могут прийти на ёлку. Есть ещё лежачие плюс. И плюс ещё мы тесно связаны с улусами, очень активно им помогаем. Ну, в итоге получается примерно 150 детей. То есть из улусов ещё приезжают? Да, нет, они приезжают только если близлежащие. И если не специально на ёлку, если так совпадает, специально слишком накладно для них ехать. Поэтому нет, только городские. А так, если они по каким-то там... В больницу или по своим делам они обязательно заезжают. Но мы и без этого с ними тесно связаны, потому что у нас проходит акция новогодняя, сейчас мечты сбываются. И мы исполняем желания самой заветной деток, их родителей. И в том числе и для своих улусных детей тоже, не только для городских. Мы отправляем подарки и по улусам. У нас очень обширная география. А какие это желания? Ну, не только материальные. Конечно, дети, а многие хотят какие-то заветные игрушки, какие-то вещи. Все эти желания мы исполнить не можем. Берем только какие-то особенные, где действительно совершенно нет возможности у семьи исполнить это желание. Или какой-то жизненно необходимый подарок, нужный. Вот такие желания берем. А сладкие подарки получают все. В прошлом году были пожелания достаточно разные. В основном игрушки, какие-то необходимые вещи. Например, одна девочка у нас попросила ноутбук. Вроде такой дорогой подарок. И можно подумать, что слишком круто. Но он действительно был очень необходим, потому что девочка, у нее ДЦП и ручки не работают. То есть там, грубо говоря, один палец. И на обычном компьютере ей сложно работать, потому что клавиатура улетает. Вот она стукнет, и клавиатура улетит. Нужно специальное оборудование. Оно, конечно, существует, но оно слишком дорогое. Мы решили обойтись ноутбуком. И вот один добрый человек на нас вышел и сам купил ноутбук, договорился с магазином. Мы сделали очень хорошую скидку в этом магазине. Помогли. И приобрели ноутбук. Были другие какие-то желания, какие-то тренажеры спортивные, необходимые вещи. Бассейн с сухими шариками, я помню, собирали. Мы сколько было, подождите. Семь бассейнов с сухими шариками, да. Сухих бассейнов с шариками сделали для деток. Тоже необходимая вещь, потому что ДЦП, оно, болезнь такова, что в основном сковывает детей. То есть у них всегда напряжены мышцы, это достаточно тяжело. В шариках как бы можно вот положить, чтобы расслабился, и вроде как поигрался, и массаж одновременно. Поэтому вещь нужная. И сейчас она нам нужна тоже. И были совершенно нематериальные пожелания. Когда дети хотели встречи с каким-то важным для себя человеком, мы это устраивали. Сейчас тоже есть такие пожелания. Пока все секреты не раскрою, но такие желания уже есть. И мы начинаем потихоньку выходить на этих людей, чтобы они помогли нам осуществить. Ну, пока вот еще ни одного не сделали. Чуть-чуть ждем момента более новогоднего к 20-м числам. Ну и будем надеяться, что люди отзовутся. Спасибо. К нам присоединился буквально человек года. Доброволец Антон Васильев. Привет, Антон. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Вот такой сразу вопрос. В соцсетях распространяют информацию, что тебе вместе с премией дали приз в виде бутылки водки. Вообще правда это или нет? Да, это и правда. Настоящая правда. Бутылку водку дали. Дархан. Сам удивился. Почему? Прямо искал, искал. Обыскал полностью весь диплом. Не нашел. То, что давали мне диплом и водку. Не нашел. Не нашел там. Ну это, не знаю, почему так получилось. Это частная племя, да, и какие-то спонсорские подарки, видимо, таким образом распределились. А вообще, расскажи про свой проект «Чурон добра». «Чурон добра» — это социальный проект, в котором участвуют все граждане населенного пункта. Например, на этой неделе мы окажем помощь городу Покровску. Покровск оказывает помощь немегюмцам. Ой, есть такая маленькая деревушка там. А Ой оказывает помощь Улахан. Улахан оказывает Чапаева. Чапаева — октемцу, октемца — тихтюру. И каждый населенный пункт оказывает помощь и при этом передает сам Чурон. И на Чурон устанавливается герб населенного пункта. А когда к Чурон подходит населенный пункт, все активные граждане, все желающие принять участие, они принимают участие. То есть итогом должен стать Чурон, на котором не будет просто места для гербов. Да, да, да. Должно так стать, да? Да, так должно стать. Уже не хватает, потому что большая половина часть заполнена. А осталось меньше половины. А сам Чурон как выглядит? А это плоский Чурон из дерева цельный, сделан готовый, отлично. Специально делали или на заказ как-то делали? Специально его? Да, специально на заказ сделали. Для акции? Удачно сделали для акции. Чурон, добро нами написано. Мастера вырезали из дерева. Очень хорошо. А в чем заключается вот эта помощь? То есть, я понимаю, что там Игус помогает Покровску, а как помогает? А мы отсюда поедем в Покровск, там Погорельцы были, вот тут недавно новость получил. Я им отсюда деньги отсюда, потом вещи отсюда и продукты питания. А взамен город Покровск окажет Немегюнцам помощь. И мы так помогаем, оказываем посильную помощь, адресно оказывает. А адресно помогать будем. Но смотри, если там Герб оказывается в итоге населенного пункта, тогда в этом как-то администрации принимают участие? Я только буду рад этому, если администрация населенного пункта принимает участие. Но пока это все вот народная дипломатия, чисто люди с людьми договариваются, да? Да. Хотя город удачный, и город Нернгре, Алдан, Мигиноконгласский, Улуз, там чисто главы районов принимали участие. Вот они сами принимали участие. А по городу Якутску у нас идет так, по мелким организациям пришло. Ну я знаю, что у нас все-таки в городе достаточно много таких разных акций, да? И тобой запущенные акции вот эти вот 385 добрых дел, которые... Сначала 384 это делал, успел сделать, я знаю. Вот сейчас вот 385 уже отчет пошел на площади. Потом очень хорошо в этом году среди предпринимателей была акция «Эстафета добра», тоже под названием, когда предприятия именно включались, оказывали помощь. Вот уроки доброты еще твои, да? А это вот... А, ну да, я выступаю в школах перед студентами, рассказываю, что такое добро, узнаю, что какие они добрые дела сделали за лето, и вместе с ними мы начинаем делать их недобрые дела. Это, в основном, это возраст в школу, повсеченная возраст в школу. Я узнал то, что у нас самая старая школа, это пятая школа. 110 лет исполняется и... Самая старая школа города, да? Да, самая старая школа, пятая школа. Хотя по логике должна быть первая, да? Да, по логике я сам удивился, почему первая, это не самая старая. А самая старая пятая школа оказалась. И что... И как связана эта акция с возрастом школы? А вот дети, школьники, перед кем я выступаю, они делают добрые дела, посвященные школе, возрасту школы. А, то есть количество добрых дел равняется возрасту школы, да? Да, 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 верно. То есть такой соревновательный элемент включается. Ага. А потом, когда все ученики сделают свои добрые дела, от меня ждут очень большой, хороший приз будет. Я это называю iPhone 200, дети радуются к этому. А это будут пирожные, хорошие, сладкие пирожные будут. Видя iPhone 200. Они, может, настоящих iPhone ждут, нет? Нет, да, это, конечно, настоящих, но я мотивирую их чуть-чуть. Почутил, почутил, но надо мотивировать маленьких. Ага. А что вот в своем понимании доброе дело? А вот что может быть добрым делом? В моем понимании доброе дело – это то, что человек делает, от себя отдает, отдаёт, часть себя отдаёт другому человеку. Ага. И для меня это доброе дело. Они свою энергетику полностью отдали. Я эту энергетику перешла тем людям, кому помогут. Мы прервёмся сейчас на короткую рекламу и вернёмся в студию буквально через несколько минут. Ну что ж, мы продолжаем разговор о добром Якутске, о благотворительных акциях, которые у нас в городе проходят. И вот с двумя известными, так скажем, добряками, скажем так, да. Это Антон Васильев, доброволец, доброволец, наверное, да? Да, романтик-доброволец. Романтик-доброволец Антон Васильев. И тоже романтик-доброволец Вероника Чупрова. И как раз мы вот до того, как Антон у нас внезапно в студии появился, мы начали говорить про акцию исполнения новогодних желаний. Как в прошлом году получилось общей помощью исполнить желания особых деток, которые... Да, я вот говорила о том, что я не ожидала, что они будут все исполнены. До последнего их не озвучивала. Потому что не думала даже, что это будет возможно. Только самые-самые заветные у меня была цель исполнить, которые действительно жизненно необходимые. Но так много людей стало обращаться. Прямо звонили и просили, дайте нам какое-нибудь задание, мы его тоже сделаем. И в итоге были исполнены все мечты. Это просто удивительно, это настоящее новогоднее чудо. Это чудо, да, потому что даже я удивилась. Хотя я вроде бы всегда сама внушаю всем, что чудеса сбываются, что это возможно. Но все равно было очень удивительно, что действительно люди приходили, обращались. Более того, не просто же вот какие-то покупали вещи необходимые для деток и исполняли их желания в виде встреч. Встречались люди потом помогали. Мы это все развозили, помогали машинами. Одна пара очень замечательная, муж с женой. Они меня несколько дней возили. Мы вот подарки эти развозили. Потом вызвался один человек возить нас по домам с мужем, как Дед Мороз и Снегурочка. Потом, когда уже муж у меня сдулся, устал, другой человек подхватил эту эстафету, Дед Морозом нарядился. И мы, в общем, сделали все. Все успели. Все до Нового года успели. Все до Нового года мы успели. Вообще все желания. Вот 30 декабря было сделано все. Успели. Но и в этом году уже настроение... В этом году настроение уже, скажем, более воодушевленное в этом плане. Но мы все равно исполняем только самые сокровенные желания. Наглить тоже не надо, правда. И все-таки собираю не все подряд эти письма, а только какие-то особенные. То есть, если я знаю, что родители способны купить какую-то эту игрушку... Сами. Сами. То я это письмо не беру. Но, как правило, родители и сами это понимают, поэтому обращаются за какими-то особенными вещами. Ведь семья, которая воспитывает ребенка-инвалида, она всегда, как правило, малоимущая. Это понятно. Ну, стопроцентно. Потому что приходится очень много денег тратить на лечение, на реабилитацию ежегодную и в год по нескольку раз желательно. Если ребенок не ходит, то пока он маленький, надо все силы бросить на это, чтобы его поднять. Потом уже с каждым годом это все сложнее и сложнее. Поэтому все деньги, конечно, уходят семейные туда. Это хорошо, если есть папа и какие-то родственники. Но в большинстве семей только мама. Как правило, папы не выдерживают, уходят. И остается только мама. И маме нужно успеть и каким-то образом заработать. И еще надо же с этим ребенком дома сидеть. Его же никуда он не ходит. Поэтому вот именно таким семьям я и стараюсь помогать. Потому что знаю, что это очень тяжелая ситуация всегда. На своей шкуре это испытала, поэтому и помогаю. Но вот все-таки тут стоит, наверное, отметить роль соцсетей. То есть, может быть, еще поэтому у нас в городе так хорошо идут эти акции. Потому что очень сильное социальное взаимодействие действительно. Да, очень сильно развито. Я думаю, не знаю, наверное, ни в каком городе такого нет другого, как у нас. У нас вся жизнь в соцсетях в большинстве случаев. Мы все знакомимся там. Как-то вот у нас это происходит достаточно по-семейному, да, Антон? Мы вот с Антоном... Ну, а расскажите, как вы познакомились с Антоном? Мы с ним дружили в Фейсбуке. Достаточно долгое время просто как бы общались, скажем, смотрели, что-то комментировали. А потом мы решили собраться с фейсбукерами. И пришел Антон. Мы вот там познакомились, общались. И в итоге мы не просто там познакомились с той компанией, которая тогда пришла. То есть мы стали очень активно дружить, друг другу помогать, как-то отзываться, что-то делать. Антон вот тоже не раз принимал участие в нашей акции «Мечты сбиваются». И более того, он постоянно тоже откликается на какую-то помощь. Если что-то надо, вот, если нам нужна грубая мужская сила, то это вот к Антону. И поэтому вот социальные сети — это какое-то уникальное явление вообще в Якутске. Ну и все-таки вот эти желания, ты же их выкладывала тоже в соцсетях, туда выкладывала, и там же и находились люди, которые... Именно там, потому что я не представляю, где еще можно находить добрых людей, если не там. Просто ходить по предприятиям, они не отзываются, честно скажу. А вот если это выложено в соцсетях, и люди начинают это активно распространять, тогда начинают очень активно отзываться. Ну потому что на предприятие, даже если ты пойдешь с письмом, ты же не попадешь сразу к руководителю, допустим, да, или к человеку, который решение принимает. Да дело даже, наверное, не в этом, а в том, что в социальных сетях видно всю работу. То есть я там, как и Антон, мы выкладываем постоянно нашу работу, там постоянно есть отчеты, фотографии, цифры. Там видно, что мы реальные, мы существуем, и мы делаем вот эти дела, они действительно есть, они не просто разговоры. И, видимо, это и как-то больше сподвигает людей на то, чтобы отзываться. Ну вот у Антона Facebook, Instagram, ВКонтакте. И все. И все. Ну ты там везде выкладываешь свои дела, свои акции, и не только свои дела, те, которые с помощью твоих друзей делаются, твоей группы, я вот знаю. Знаю. Вот. И, Вероника, у тебя тоже Facebook? Да, Facebook, тоже Instagram. Ну, ВКонтакте исключительно в основном группа для родителей сделана, у кого такие детки. И дневники на Екатеру. А откуда больше приходит... Facebook. Facebook. Все-таки феномен якутского фейсбука, да, он существует. Существует. Более того, я же вот говорю, мы не просто там как бы общаемся, там вот прямо у нас целая семья уже. Вот те, кто сидит там два-три года, вот клуб, например, существует три года наш, и за три года мы нашли уже прям вот такой клуб добряков существует, которые постоянно активно помогают. Там есть и предприниматели, и обычные люди, которые постоянно это делают. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вы принимаете игрушки? И вот у меня вот есть от Мука игрушки, но они БУ, но они в очень хорошем состоянии. Ну, такие тоже, конечно, принимаем. Кому-то иногда они бывают тоже достаточно нужны. Нас очень просто найти, лучики света во всех соцсетях, и там есть везде наши контакты. Да, ну или сейчас можете оставить свой телефон, и после эфира свяжемся, потому что если не туда, то Антон точно найдет, куда игрушки. Да, найдем, куда пристроить. Спасибо вам большое за звонок, за участие. Вообще приятно, когда люди вот откликаются. О, это очень хорошо. Так получилось, у меня год назад подписчиков было около 500, но это все мои земляки, все мои друзья. А сейчас у меня 14 тысяч подписчиков. Ну, я очень удивлен, почему, как и за что. А люди сами идут, говорят, ты такой молодец, такой добрый. А я не один такой, нас очень много здесь. Ты, Вероника, я. Нас очень много. А люди боятся, им надо ломать свои советы, границы страха. Когда они сломают, тогда у них все будет получаться. Ну, вот я знаю, что ты же еще опекаешь многодетные семьи. То есть не разовая помощь, а есть какие-то семьи, которым ты регулярно помогаешь. Да, уже в течение двух лет я постоянно помогаю семи, даже не семь, а около десяти семей им оказываю постоянную помощь. Сегодня я отвезу уголь одной семьи к Кузнецовым. И с ними познакомился я года два назад. Как раз она искала уголь, обошла все инстанкции, везде получила отказ. А в те времена я искал, кому оказать помощь. И так мы соединились, и вот с тех пор мы вместе. В основном это ведь многодетные мамочки, да, одинокие? Да, в основном это матери-одиночки. Которых несколько детей. То есть, ну вот то, о чем мы говорили, что всегда сложно, если больной ребенок есть в семье, да, материальное положение семьи, оно резко ухудшается. Вот, и то же самое, когда мать остается с детьми одна, ей нужно работать, тем более, если ребенок не один. Вот, и самое главное, что Антон вот таких мам поддерживает, а самое главное, что они с детьми, да? Да, конечно, и я думаю, тут очень хороший момент, чтобы вот дети это видят, и в последующем, чтобы они тоже так же поступали. Угу, такой пример. Пример. Вот, ну что ж, значит, новогоднее желание можно смотреть у тебя? Нужно смотреть новогоднее желание. Нет, там, конечно, есть адресная помощь, если кто-то хочет конкретно адресно, пожалуйста, там есть даже список. Можно помогать деньгами и чем-то другим. Еще вот, быстренько, я еще опекаю четвертую коррекционную школу, мы там тоже собираем пожелания, можно обратиться и исполнить желание. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях у меня были Антон Васильев, Ирани Кочупрова, добряки города Якутска. Вот, меня зовут Ирина Ефимова, мы с вами увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok